Итак, мы начинаем. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы додумываем наше второе свидание. Оно у нас несколько... И кольцо расположено на первом. Не должно было не появились, но вопрос обязывает важная тема, которая, условно, сейчас у нас и в процессе, и в массе, и в массе, и на устах простых граждан. Тема Новороссии, где происходит большое число преступлений. И здесь у нас председатель политической партии, партии Великое Отечество, историк, писатель, публицист Николай Викторович Стариков. Уважаемые коллеги, наш клуб занимается изучением преступности. Преступность, как я понимаю, это свойство общества, глобального общества воспроизводить преступление. Это процесс воспроизводства преступлений. Развитие теории преступности позволяет сделать вывод, что лицо современной глобальной преступности, ее основание, ее наиболее злостная часть, связано с так называемым уровнем глобальной олигархической преступности. Эта глобальная олигархическая преступность в последние четверть века проявляет себя в разных странах в виде совершения государственных переворотов, в виде развязывания агрессивных войн, в виде геноцида. И наши наблюдения, которые были отражены на наших заседаниях, и отражаются в нашем журнале за обозримый период, позволяют сделать вывод, что вот эти преступления, связанные с государственным переворотом и так далее, это не отдельные единичные преступления, а это система преступной деятельности, взаимосвязанной и целенаправленно подбирающейся границам России. Последним проявлением этой преступности, как вы, как вы сами понимаете, является событие, которое происходит на Украине, и в Ново-России. Для нас, вот, наш терминологический клуб, несмотря на то, что имеет своих представителей, членов своих по всему свету, на всех практически континентах, тем не менее, в порядке самой критики, скажу, является довольно-таки замкнутым сообществом, которое варится в собственном научном соку. Поэтому для нас очень важно поддерживать связи с практиками. А когда, как вот сегодня речь идет о политической терминологии, для нас, для основных, очень важна связь, контакты с практикующими политиками. Это важно для нас, потому что мы опробируем свои научные результаты. Возможно, это полезно и для тех, кто делает реальную политику, поскольку наши выводы, наши рекомендации могут быть использованы, надеясь, на благо нашей Родины. Поэтому я очень рад, потому что Николай Викторович согласился, известный политик, который вы знаете по телевизионным передачам, по его книгам, согласился прийти к нам и совместно с нами поработать. Спасибо за внимание. Прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, я хотел бы благодарить за это приглашение. Оно прозвучало уже достаточно давно, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Поэтому я еще раз благодарю за то, что вы дали возможность прийти, побеседовать с вами. Тем более, что аудитория и тематика достаточно оригинальны и интересны. Вообще хочу сказать, что выступать перед теми, кто по долгу службы, по зову сердца или по месту своего обучения сталкивается с не самыми приглядными сферами человеческой деятельности, на самом деле очень интересно. Потому что, мне кажется, из сотрудников специальных служб, из сотрудников полиции получается очень призвомыслящей политики, что мы с вами видим на примере нашего президента. Почему, мне кажется, это лежит на поверхности? Тот, кто каждый день сталкивается с такими сферами, как убийства, преступления разного рода, ему не нужно объяснять, что все это существует и в более глобальном масштабе, на уровне международной политики. Я имел уже несколько раз честь выступать перед аудиторией подобного рода, и каждый раз мне это было очень интересно, потому что ты имеешь возможность пропустить некую вводную часть и перейти сразу к сути дела, к которой я и хотел бы перейти сейчас. Что мы сегодня имеем на Украине? В Украине мы имеем глобальное преступление, которое совершено, которое совершается, и которое, к сожалению, будет еще совершаться относительно продолжительное время. Я абсолютно согласен с моим коллегой, который обозначил тот процесс, который происходит в Украине, как преступление, совершающееся в международной олигархе. Это действительно так. Такие преступления в истории человечества совершались многократно, но только несколько раз в истории заканчивалось глобальным судом под такими преступниками. Я имею в виду, конечно, Мюнбергский процесс и Токийский процесс по итогам Второй мировой войны, когда защищники глобального военного конфликта и ужасающих преступлений получили наказание. Но опять же, мы должны с вами заметить, что на самом деле на скобейках подсудимых сели стрелочники. Стрелочники Второй мировой войны. А истинные организаторы и поджигатели этого процесса остались закаданы. И сегодня их идеологические потомки пытаются переписать историю мировой войны для того, чтобы предложить на Россию ответственность за то, что тогда произошло. К сожалению, у нас с вами мало оснований считать, что те, кто совершил на Украине государственный переворот и начал там гражданскую войну, понесут заслуженное наказание. Я имею в виду истинные организаторы, а не те марионетки, которые на американские деньги, под американскую диктовку с американскими печеньюшками осуществили уничтожение своей страны. Что же, собственно говоря, глобальная олигархия и Соединенные Штаты Америки как некий зримый представитель этих сил хотели достигнуть в ситуации на Украине? Для того, чтобы понять, мы с вами должны некоторую ретроспективу того, что происходило на Украине представить. Дело в том, что ничего из ряда вону находящего на самой украинской политической и экономической сцене за последние годы не произошло. Идет плавное угасание в украинской промышленности, снижение доходов населения, снижение жизненного уровня, но, к сожалению, мы это наблюдаем по всему миру, мы это наблюдаем в электрокредионах нашей страны. Ничего из ряда вону выходящего, такого, чтобы дало возможность говорить о доведенных до отчаяния людях, но в Украине не происходит. Более того, после того, как произошел государственный переворот, началась гражданская война, ситуация действительно стала ужасающей. Она ухудшается во всей Украине и в некоторых ее субъектах она близка к катастрофе или уже таковой стала. Тем не менее, протестов населения мы с вами не видим. Увеличивается стоимость жизни, падает гривна, растут цены, приходят похоронки с фронта, но люди почему-то не устраивают Майдан. Почему? Я думаю, что для всех присутствующих ответ очевиден. Потому что нет горланов главарей, потому что нет финансирования, потому что нет организации, потому что никто не ставит себе цель усвежения государственного строя как цель, которая была поставлена американцами для Майдана. Так что же произошло в Украине? Почему Майдан случился? Потому что в 2011 и 2012 в США не удалось осуществить государственный переворот и соответствующие потрясения в Российской Федерации. Задача была у них очень простая. Не допустить прихода к власти Владимира Путина. Подготовительная работа была очень серьезная. Мы помним с вами Болотную площадь, мы помним истерию, которая была в интернете. Политические силы, которые тогда были руководящими, да в общем и сегодня сохраняют свою руководящую роль, как-то очень быстро с политической сцены так удалились. Но в итоге народ России сказал свое веское слово на поклонной горе. Мне очень приятно, что я был одним из организаторов этого митинга, имел час там выступать. И сегодня я думаю, что мы можем с вами совершенно спокойно констатировать тот факт, что именно митинг на поклонной горе большое количество граждан России, которые собрались высказать свое неприятие развития ситуации в стране по сценарию потрясений и беспорядков, смогли предотвратить то, что готовили американцы на Россию. Тогда Соединенные Штаты Америки были вынуждены вернуться к запасному плану. То есть начать то, что у них не получилось в России рядом с границами России. И здесь они обратили свой взор на Украину. Это достаточно большая страна. И потрясения на Украине не могут не сказаться ни на политической ситуации в России, ни на экономической ситуации в нашей стране, ни в целом на ситуации в Европе и даже в Евразии. Именно поэтому американцы вновь занялись Украиной. Почему вновь? Потому что в 2004 году они уже занимались Украиной и тогда там прошли небывалые демократические выборы в три тура. Но президент Ющенко, который был избран таким удивительным способом, очень быстро потерял поддержку населения Украины, прошли новые выборы, президентом стал Янукович. Подчеркиваю, никто когда не ставил законность избрания Януковича, под сомнение, в том числе те же самые Соединенные Штаты. Но сегодня в Соединенных Штатов Америке нужно было не просто свержение Януковича, им нужна была ситуация, при которой в государстве не будет легитимной власти. То есть Янукович или старая власть, она будет уже свергнута, а новая власть должна прийти к власти так, чтобы этот приход можно было поставить под сомнение. То есть нужно было вызвать гражданского противостояния. Я хотел бы обратить ваше внимание на это. На мой взгляд, я убежден в этом. Задачей государственного переворота было бы просто захват власти, а захват власти так, чтобы это можно было оспаривать. Подобная ситуация наблюдается нами в 1917 году в России, когда фактически временное правительство, которое, будучи, скажем, прямо вообще нелегитимным, было легитимным из-за поддержки населения. Из-за того, что Николай II за власть не боролся, отрекался или нет, это отдельный вопрос, но тем не менее та легитимность власти, которая была у российской монархии, она перешла на временное правительство. Но тем не менее само временное правительство не сделало ничего для того, чтобы держать страну в рамках закона. И наоборот, когда в России прошли выборы в учредительное собрание, большевики осуществили государственный переворот в Петрограде и через некоторое время разогнали то самое учредительное собрание, через которое фактически какая-то тоненькая ниточка легитимности могла быть протянута от российской монархии к некой новой или старой форме власти в России. Получилось несколько властей, все абсолютно нелегитимны, все абсолютно незаконны. Каждый называется верховной властью в России. К чему это привело? Это привело к неизбежной борьбе за власть и гражданской войне, разрушению государственности, разрушению экономики, разрушению всего того, что наши предки построили за несколько столетий. Вот именно такая же цель с определенной коррекцией ставилась американцами в событиях в Украине 2014 года. Нелегитимная с точки зрения значительной части населения киевская власть давала возможность формирования альтернативных источников власти, что в перспективе неизбежно вело гражданской войне. Вот именно это было нужно американцам. Почему можно так утверждать? Потому что если бы им просто нужно было убрать Януковича от власти, ничего проще будет, чем эта задача, они даже не могли себе поставить в качестве цели. Ну смотрите, после беспорядка в Киеве Янукович согласился вернуть Конституцию, а точнее ее версию более раннее, согласился на досрочные выборы, согласился на назначение Янцинюка премьер-министром, фактически сам предложил ему быть этим премьер-министром. То есть Янукович становится фигурой абсолютно безвластной, заложником случившихся беспорядков, и осталось только назначить дату новых президентских выборов, однозначно Янукович на этих выборах не то что не победит, а скорее всего даже не будет участвовать. Вместо этого нарушаются данные ему гарантии, его пытаются убить с явным нарушением Конституции. Новая власть нарушает Конституцию, тем самым разрушает вот этот важный для любой власти фундамент легитимности, который дает возможность выступать от имени государства. Начинается Крымская весна, начинается событие на Донбассе, все это неизбежно заканчивается гражданской войной. Для американцев разрушение Украины, или по крайней мере, начало трещины, появившейся на государственном поле Украины, это одно возможности. Опять же, зададим себе вопрос, зачем им нужно разрушение Украины? Для того, чтобы с помощью этого пожара зажечь Россию. Не смогли в 2011, сможем в 2015, думаю, в 2014 в США. Посмотрите, при любом развитии событий у американцев остаются прекрасные шансы для того, чтобы направить развитие событий в России в негативное русло. Ну, давайте просто по фантазии. 2014 год. Российская власть ничего не делает. Олимпиада, много дел, нельзя вмешиваться в дела соседнего государства, российская власть полностью устраняется от событий на Украине. Какие последствия? Падение престижа верховной власти в России, разговоры о предательстве со стороны некоторой части патриотического сообщества, неуважение к России как государству на мировой арене, все это через некоторое время может быть конвертировано в смену власти в России. То есть, не добившись устранения, а вернее говоря, недопущения прихода Путина в 2012 году на президентский пост, такими событиями, как на Украине, американцы могли бы полностью заблокировать приход Владимира Владимировича на очередной президентский срок. Для них не принципиально, в каком году произойдет смена власти в России. Они готовы несколько лет подождать. Следующий сценарий развития событий. Российская власть оказывает помощь Крыму, поддерживает крымский референдум и происходит то, что произошло в реальности. Крым воссоединяется с Россией. Это дает прекрасный повод обвинить Россию в агрессии, это дает возможность начать против нее экономическую блокаду, вводить против нее санкции, говорить о нелегитимности и правильности политики России. При этом развитие дальнейших событий на Украине опять же дает целый веер прекрасных для американцев подчеркиваю, не для нас вариантов. Если Россия помогла Крыму, значит Россия по этой логике должна помочь Донбассу. Ввод войск на Донбасс это война, в которую американцы хотят втянуть Россию. Но война не с НАТО, война гибридного плана. Удары могут наноситься в разных цистах, начиная от Афганистана, куда уже нашел ИГИЛ, начиная и окончает партизанской борьбой в кавычках украинских патриотов, которая может вестись не только на территории Украины, но и в московском ВИТО. Если Россия не оказывает помощь на Англазу, опять возвращаемся к тому, о чем мы говорили. Верховная российская власть предала наших соотечественников за границей, скажем, и начнется накачка эмоциональной составляющей с целью опять-таки вызвать потрясение в России. Мы с вами должны понимать, что конечной целью любой развилки украинского сценария является свержение власти в России. До Украины запада нет никакого дела. Никакого дела. Украина их не интересует. Это поле битвы, это шахматная доска, это все что угодно, но только не цель, это средство. Хорошо, какие еще варианты возможны? Мы можем с вами пофантазировать, они все прогнозируемые и просчитываемые мы. Ну, например, вариант такой. Крым не поддерживает власти, которые в результате кутча пришли в Киеве, проводят соответствующие референдумы, но заявляет не о вступлении в состав России, а поднимает знамя освободительной борьбы от фашистов и нацистов на территории Украины. На Украине начинается гражданская война, и точно так же у Соединенных Штатов Америки остается потенциал втянуть в эту войну Россию, тем более, что на территории Крыма дислоцировано большое количество наших воинских частей, наших военнослужащих, членов их семей, вы понимаете, что здесь начать очень-очень даже просто. То есть в любом случае нас хотели втянуть в войну, нас хотят втянуть в войну, и этот план они ни в коем образом не сбрасываются счетом, отсюда и нежелание окончить этот конфликт, хотя мы с вами понимаем, что украинское государство фактически уже перестало существовать, и продолжение боевых действий на Донбассе это последние гвозди в гром этого государства, таким, каким мы его знали. В любом случае, сегодняшняя киевская власть должна оккупировать этот конфликт, если она хочет сохранить целостность своей страны, она почему-то этого не делает. Мы видим те минские договоренности, которые с таким трудом достигались, торпедируются со стороны Киева, принимаются какие-то странные решения, которые находятся за рамками, я подчеркиваю, минских соглашений, хотя я уже говорил, готов повторить, могу подсказать идею украинским политикам, какую закон достаточно принять очень быстро, которая немедленно приведет к деэскалации ситуации. Это закон о государственном статусе русского языка. Принять его очень просто, я думаю, что пара часов хватит для того, чтобы это сделать, и все. Это прекрасная демонстрация доброй роли к мирному развитию событий, но в том-то и дело, что киевской власти, а вернее говоря, к американским хозяевам, мирный сценарий не нужен, потому что им нужна напряженность, им нужен потенциал для втягивания России в войну. Но здесь надо сказать несколько слов о внешней политике России. Я думаю, что в той сложной ситуации, когда не Россия задавала тон происходящим событиям, руководству России удалось сделать максимально из того, что возможно. Ведь есть такая поговорка, что политика это искусство возможно. Воссоединиться с Крымом практически бескромно, при этом не дать себя втянуть в военный конфликт, оказывать дипломатическую и другую помощь ДНР и ЛНР, так, чтобы они не потерпели поражения, и при этом балансируя на грани постоянных обвинений международного сообщества, которое фактически свелось к мнению двух-трех государств, я хочу сказать, что это очень филигрантная внешняя политика. И повторяю, не мы этот путь выбрали, не мы определяли ту ситуацию, в которой оказывается наша страна. Я думаю, что, конечно, в перспективе та ситуация, в которой оказалась Россия, будет внимательно изучена в целом ряде учебников, в том числе учебников и дипломатии. что касается криминологии, то здесь преступления, совершающиеся и совершенные уже на Украине, я бы разделил на две части. На мой взгляд, это логично. Во-первых, преступления, так сказать, глобального масштаба, это преступные приказы, это нерешение Конституции, это руководство войсками так, чтобы было максимальное количество жертв среди мирного населения, и второе преступления, которые совершаются рядовым и командным составом и, к сожалению, вооруженных сил и в основном национальной гвардии и каких-то неподчиняющихся Киеву или полуподчиняющихся Киеву формирования. Здесь целый спектр начиная от убийств, заканчивая изнасилованными грабежами, уничтожением материальных культурных ценностей ради забавы. в общем, здесь для изучающих криминологию, наверное, огромное количество, к сожалению, материала для изучения. В том числе мы с вами видим те преступления, которые казались нам немыслимыми в руках и в исполнении немецких нацистов. Меня всегда поражало, как так можно быстро, буквально за 6 лет, с 33-го по 39-й, еще 2 года, 41-й, 8 лет, довести относительно культурную немецкую нацию до абсолютно скотского состояния, такого, чтобы они могли сжигать деревни, убивать детей. Для меня это было непонятно. Вот все это мы сейчас видим на Украине. Оказалось, за примерно такое же время можно научить людей убивать своих собственных соотечественников таким же зверским способом. Но здесь мы с вами касаемся некой философской составляющей, о том, что война всегда будет в человечестве какую-то темную составляющую, и, к сожалению, это есть в Украине. Но трагедия сегодняшней ситуации на юго-востоке этой страны заключена именно в том, что идет гражданская война. Там нет противостояния по национальному признаку. Это удивительная ситуация, смотрите, русский язык не является государственным. Это значит, что все уважающие украинскую государственность, по крайней мере украинские политики, должны говорить на море. Что мы видим? Губернатор Колобойский говорит только на русском языке. Он просто не знает украинского. Вы слышали хоть раз, чтобы кто-то это ставил в упрек? А вот когда я, например, выступал на Украине, мне ставили иногда в упрек, что я не знаю украинский язык. Но понятно, что вряд ли откуда-то я мог его учить, находясь в Санкт-Петербурге и специально не занимаясь этим изучением. Коломойский живет на Украине. Русский язык и его родной украинского языка он не знает. Никто ему ничего не говорит. Посмотрите на сейчас такая фигура очень часто появляется в СМИ. Антон Герасченко советник я уж не помню кого там советник то ли министр обороны да украинский говорит только по-русски. Почему? Да он не знает украинцев откуда его знать или он не хочет его знать ему кто-то это ставит в упор нет это значит что те кто на определенной стороне баррикад они в принципе могут необходимые политесы даже не соблюдать и не изображать из себя патриотов украинского государства поэтому нет там борьбы между русскими или украинцами нет борьбы между Россией и Украиной есть борьба между теми кто предал свой народ и перешел на сторону Соединенных Штатов Америки при этом неважно на каком языке он говорит и есть борьба между теми кто веет к выбору предков кто молится тем же самым богам у кого герои те кто и раньше были героями вот там проходит эта граница то есть если уже говорить терминами 20 века или даже 21 что более правильно то граница проходит по тому информационному полю в котором находится человек совершенно очевидно что украинцы живущие в России их мнение никак не отличается от мнения этнических русских или этнических евреев живущих в России точно так же русские этнические в том числе это Антон Герасченко который не знает украинского языка живущие на Украине находясь в их информационном пространстве делает свой карьерный выбор и начинает продавать единый народ ради американских печеныш поэтому преступников там много криминологии есть что изучать я очень надеюсь что преступники понесут наказание но в то же время я знаю что главные преступники к сожалению никогда не несут наказание на этом я позволю теперь решать большое спасибо Николай Викторович за ваш интересный доклад все мы понимаем конечно что Украина является лишь пешкой в геополитической игре с цель которой ослабить Россию это было и в начале 17 века времена смутного времени и поход известный Карла 12 и 19 веке и 20 история повторяется к сожалению вопрос мой связан со следующим все мы знаем и вы надеюсь помните чем так сказать закончилось первое большое противостояние с западом именуемое холодной войной СССР и всего советского блока закончилось оно распадом СССР и так сказать ликвидацией всего восточного блока в этой связи у меня вопрос пожалуйста если можно аргументированно поскольку все-таки мы находимся в научной среде скажите докажите аргументируйте чем закончится нынешнее острое противостояние России с западным миром спасибо должное за ваш вопрос так красиво научно меня еще никогда не просили делать прогнозы я не люблю делать прогнозы и не потому что я боюсь ошибиться а потому что в июле 41-го года назвать дату окончания Второй мировой Великой Отечественной они очень сложны для этого нужно знать сотни факторов которые сложатся в будущем и для которых в июле 41-го года нет никаких предпосылов потому что в июле 41-го очевидно что Красная Армия должна остановить немцев и не на полковских высотах а значительно раньше и тот разгром которому подверглась наша армия он в тот момент не мог быть вообще никак прогнозирован если бы вы задали свой вопрос в ноябре или октябре 41-го ситуация уже совершенно другая мы уже должны быть большими оптимистами хотя ситуация вокруг диктует нам некие пессимистические нотки поэтому оценивай сегодня то что происходит на Украине мы должны просто понять что нужно каждой из действующих там сил и что мы должны делать для того чтобы наша точка зрения победила на Украине давайте вот это и сделаем значит что нужно Соединенным Штатам Америки Соединенным Штатам Америки нужна война причем в ее открытой форме это значит что вновь на Донбассе должна пролиться кровь должна начаться полномасштабные боевые действия почему это нужно Америки во-первых как я уже сказал существует потенциал втягивания России в этот военный конфликт он все еще существует хотя конечно американцы уже понимают что таким образом у них ничего не получается но хорошо тогда разрушение Украины идет военным путем понятно что для Соединенных Штатов Америки Украина это дрова брошенные в топ но для нас Украина это часть нас мы не можем к ней относиться так же как Соединенные Штаты Америки это значит что все разрушения которые происходят по Украине восстанавливают Россию но больше просто некого это значит чем больше будет разрушена Украина тем больше средств затратит Россия на ее восстановление прямая выгода Соединенных Штатов Америки помножьте это на санкции на искусственное снижение цены на нефть и вы понимаете что они хотят на прочность наш бюджет проверить потому что наши патриотические чувства они уже на прочность проверены им нужна война Соединенные Штаты Америки дальше что нужно Европе Европе нужно прекращение войны Европа не согласна на военный конфликт который обладает потенцией втягивания самой Европы в войну Европа несет экономические упытки от санкций и Европа понесет еще большие упытки если начнется большой военный конфликт с участием России на евразийском пространстве это прильет просто все торговые пути между Европой и Китаем которые пролегают по суше через территорию России Украины и так далее Европе это не нужно она не хочет этого она готова а так сказать демонстрирует свою евроатлантическую евроатлантическую солидарность но только до до определенного момента она напоминает вора карманника который на мокруху не соглашался вспомните место встречи изменить нельзя кирпич нет никакой мокрухи честный карманник все и когда речь идет о мокрухе он начинает сотрудничество со следствием может кого-то и сдать потому что в любом случае такая статья не входит ни при каком раскладе это что нужно не в Европе Китай Китай он находится в стороне от этого конфликта но в то же время находясь географически в стороне геополитически он от него дистанцироваться не может Китай находится в ситуации когда он мягко поддерживает Россию он отказывается от введения санкций он выступает с риторикой катали оходе за мир за дружбу но при этом он понимает что в случае войны его экономическая ситуация будет в прямой зависимости от степени этого конфликта потому что сбыт товаров Европы будет усложнен не говоря о том что поставки природных ресурсов из России тоже могут быть под вопросом поэтому Китай заинтересован в том чтобы там войны не было Россия какой интерес России безусловно боевые действия на территории Украины для нас абсолютно не нужны и не приняты но мы точно так же понимаем что любое расчленение Украины оно не приносит России каких-либо богат ну давайте на этот счет порассуждаем потому что много точек зрения представьте образуется несколько государств на территории Украины часть этого государства будет все равно протекторатом Запада это значит что идеология ненависти к России войны реванша она будет там сильна при ухудшающейся экономической ситуации и хороших боевых качествах русского солдата а солдаты там русские даже если они себя русскими не считают это приведет к тому что американцам нужно будет дать небольшое количество денег потому что работать негде в ход за какие деньги служить в армии это уже хорошо дать вооружение ну и дальше повод для войны а повод для войны есть отдайте наш Крым отдайте наш Донбасс отдайте нашу Ростовскую область такие тоже заявления уже были таким образом существование Украины разгромленной это отложенная война это опять-таки не в наших интересах в наших интересах полностью свободная от нацистов и американцев Украина которая является нейтральным государством которая вступает в Евразийский союз таможенный союз или не вступает туда он лучше конечно вступает вот такой сценарий для нас абсолютно приемлем поэтому отрезать от Украины какие-то части мы не можем это часть нас самих это все равно что начать разрезать на части свою собственную руку это неправильно поэтому сталкиваются две линии война и мир прям как по Толстому только за войну выступают одни Соединенные Штаты Америки а за мир выступает Россия Казахстан Белоруссия понятное дело Европа и Китай и наша задача вот эту партию войны делать максимально широкой большой втягивать в нее Европу даже если она упирается и иногда не хочет вот именно это и составляет на мой взгляд суть сегодняшней политики Российной России Вы не случайно правда с пользой пока упомянули события 17-го и последующих годов вот на Ваш взгляд это все-таки аналогичные события сейчас или они имеют предсказанную разницу И да и нет значит сходство событий 17-го года февраля 17-го я бы не понял и 2014-го года на Украине поражает абсолютно одна и та же я вот такой термин использую методичка за все хорошее против всего плохого долой нет сначала хлеба потом долой войну потом долой самодержавие а потом собственно говоря приказ номер один отказ официальный от каких-либо аннексий и контрибуции это значит что мы не хотим проливы возникает вопрос а зачем мы вообще тогда воевали и за что погибли сотни тысяч наших солдат если не миллионы это это что касается общности произошедшего в феврале 17-го и в феврале 2014-го разница на самом деле всего одна но очень большая очень важная разница в том что в 1917-м году не было России а сегодня Россия есть а в 17-м году не было никого кто хотел бы остановить сползание России гражданскую войну у нас не было ни союзников ни сочувствующих ни желающих нам помочь те союзники которые у нас тогда были по Антанте они собственно говоря организовали и февраль 17-го и февраль 2014-го Германия сама находилась в предсмертном состоянии практически после заключения Брестского мира сверхвыгодного для Германии она просто существовала сколько там 7 или 8 месяцев практически ничего не смогла из этого извлечь поэтому наличие сегодня достаточно суверенные в своей политике и достаточно мощные по своему оборонному и другому потенциалу России является сдерживающим фактором от развития ситуации на Украине по самому катастрофическому цену как вы оцените состояние информационного на сегодня понятно что в период событий между конфликтами между Грузией и Абхазией мы трагировали информационную войну сейчас мы выглядим гораздо лучше в этом смысле но естественно вне односторонней проводится информационный доклад объективная информация на самом деле в вашем вопросе он подразумевает он подразумевает уже ответ идет информационная война это действительно так но война не может вестись как-то объективно то есть если вы поставили громкоговоритель который вещает на немецкие окопы то вы должны говорить немецким солдатам как говорили в Сталинграде через метроном что каждые семь секунд потекал метроном да каждые семь секунд в России убивают одного немецкого солдата опять начинает тихать каждые семь секунд убивают немецкого солдата на мозге капает но вы не можете в этот момент говорить а вы знаете согласно исследованию Гэллова немецкого солдата убивают не каждые семь секунд а семь минут и не немецкого а немножечко румынского частично вы тогда эффект своей пропаганды сведете но нет то есть информационная война это война вы должны воевать в полную силу так чтобы разбивать противника здесь нет объективности здесь есть победа или поражение победителей как известно не судят и удивительным делом проигравшие всегда во всем заметили такая странная историческая закономерность как какая страна проиграет войну именно она оказывается в ней виновата я не видел еще ни одного победителя который бы оказался виноват хоть в какой-нибудь войне удивительное дело правда но тем не менее уж так устроен политический мир поэтому информационная война сейчас идет мы в ней достаточно успешны если сравнивать 2008-2014 год разница в том что мы стали более успешны за рубежом в 2008 году внутри России у нас точно так же был общенациональный консенсус никто практически внутри России не верил западной пропаганде с исключением узкой прослойки либералов которую вы ничем не прошибете ну разве что гранатом на большую сумму вот тогда может быть они услышат ваши аргументы но тоже вряд ли то есть сегодня мы более активно и удачно доносим нашу точку зрения то есть правда до международного сообщества а внутри России консенсус такой же как был в 2008 году о чем говорит очень высокий рейтинг президента несмотря на экономические сложности рейтинг президента не снижается это некий наверное неприятный сюрприз для наших западных партнеров но это говорит о том что общество готово к определенным экономическим трудностям если страна будет двигаться в том направлении которое общество считает правильным а воссоединение разорванного на части народа общество считает именно правильным спасибо еще один вопрос у меня политические риторики в том числе и ваше наступление часто когда говорят о заказчиках и ресорах оранжевых цветных революций в том числе революции на Украине называют это Соединенные Штаты правильно ли это абсолютно или правильно это потому что Соединенные Штаты политика власти не отражает все как происходит Соединенные Штаты вот мы в политической криминологии входим на принятие глобальной олигархической власти которая в общем-то так сказать на мировой характер конечно Соединенные Штаты власти Соединенные Штаты являются главным инструментом этого серьезным инструментом но с водителями как-то часто звучит по-моему это не приземляет или же это я с вами не согласен есть разница между наступлением криминологического сообщества между выступлением среди экспертов и выступлением перед людьми которые политикой стали интересоваться когда политика заинтересовалась если мы будем простые вещи объяснять сложными формулами мы не достигнем не достигнем никаких целей в той самой в информационной войне которая идет ведь запад использует совершенно простые вещи что вы говорили Россия агрессор власть коррупована должна быть свобода какая свобода должна быть что это такое никто никогда даже не пытается объяснять потому что можно писать 50 томов и каждый из присутствующих залей будет свободу понимать по-своему абстракции используются красивые хорошие слова источник всех этих западных технологий относительно давние одновременно недавние это не Джин Шарп я вот сейчас прочитал книгу Густава Легона нацузского психоаналитика социолога психология толпы я вам крайне рекомендую вот все то что происходит на Украине там все описано эта книга вышла в начале 20-го века ее читал Ленин Сталин Мусуль Ленин Гитлер Рузвель Черчилл все читали очень полезная книга с точки зрения понимания психологии толпы и ведения определенных информационных действий так вот термины там прямо архистр термины должны быть простые поэтому когда мы говорим Соединенные Штаты Америки мы даем людям возможность потрогать политику руками вот США вот карта вот президент в США есть вот армия там с автоматами бегает они заимуют международная олигархия она конечно существует но мы уходим в сферу которую не потрогают руками что такое федеральная резервная система кто ей владеет этим интересуется определенная узкая прослойка сейчас эта прослойка расширяется за счет благодаря действиям нашего центрального банка который уродил но это все-таки узкоспециализированный термин поэтому я стараюсь использовать и международные банкиры и Соединенные Штаты Америки в зависимости от той аудитории к которой я обращаюсь почему американцам все время получается в частности когда прозвучало что они в простых терминах все формулируют а у нас не получается достаточно долго все время ослабляем разрушаются и большую державу хоть его маленькую но вот у вас размечала несколько раз такая правда это тащить войну отложенная война и благодаря одному из вопросов все-таки вы сказали что есть война которая все время идет информационная вопрос заключается в следующем какие войны еще идут потому что как я понимаю США они все время в состоянии войны это как бы народ уже как бы принято народ встает за американский флаг за гим и поддерживает это государство у нас народ ослаблен но не понимает что мы находимся в состоянии войны та сторона с нами в состоянии войны мы не в состоянии войны и вот вот эта вот мобилизованность это тут ну как бы конфликтологи считают что в конфликте есть всегда что-то положительное вот это положительное украинских событий некая мобилизация нашего населения некое возрастание его единства но на внешних угрозах мы же не можем в конечном случае выбить выиграть и сплотиться какие-то породить ценности но все-таки добавьте какие еще войны у нас отойдут против нас потому что кроме войны отчет у нас пока ничего не сплачивает хотелось бы увидеть пошире что же это за войны я позволю вас немножко поправить война идет от нас это война за глобальное господство за контроль над ресурсами за то кто будет доминировать вот это одна война у нее ипостаси разные экономическая война холодная война горячие военные конфликты информационная война диверсионная война убийство ученых и политиков как вот в Иране там да постоянно убивают каких-то ученых связанных с еду этой программе втягивание в локальные войны с третьими государствами то есть это идет постоянно мира вообще не существует в классическом понимании когда руководство одной страны никак не собирается гадить руководству и народу другой страны такого периода просто не бывает другое дело что мы сейчас находимся в стадии я бы так сказал окончания формулировки наших новых идеологических принципов наших новых целей которые мы должны транслировать не только внутри страны но и зарубеж потому что цели всегда должны уходить за горизонт особенно в случае если мы эти цели транслируем человеку русского мира у которого собственно говоря простором нашей Родины такие же просторы и в душе и в действительном процессе может простор да что-то большое глобальное но я не согласен с вами что мы эти цели никогда не формулировали так же коротко и ясно конституции нет конституции бог с ней отложим сейчас конституцию сторонку до лучшего времени до исправления того что там написали американские советники евреи но я не думаю что большевистские лозунги короткие ясные простые начало двадцатого века да большевики изначально были завесены к нам как бациллы теми самыми англосаксами это понятно но пройдя через инкубационный период разрушения государственности они стали государственниками и идеологический аппарат и пропагандистская работа Советского Союза при Сталине подчеркиваю это на пять с плюсом это на пять с плюсом это все четко ясно понятно это не только слова но и подтверждение это делами потому что в Советском Союзе все были равны исходя из тех материальных возможностей которые были тогда у страны страна была обрушена каждому тестовался определенный кусочек общего пирога в Соединенные Штаты Америки извините только для белых только для черных это совершенно разные истории поэтому надо просто эти цели надо сформулировать эти идеи выдвинуть в максимально короткой форме это с учетом двадцать первого века на четвертом стране потому что к сожалению не случайно я думаю сознательно вся вот эта история она деградиент при подаче наших западных прогнозов потому что люди получают информацию все более глиноскопическую все более похожую на мой фильм клиповое сознание книги читать сложно не случайно они это делают чем глупее люди тем легче американцам олигархам банкирам как хотите людьми манипулировать ну и вот не случайно большинство боевиков которые ну или людей которые были на Майдане они с западных областей Украины сельские регионы не потому что там люди какие-то другие или менее умные или более глупые нет просто уровень образования ниже помноженный на вот эту пропаганду ненависти к России на определенные традиции которые были там в середине 20 века и получается большое количество людей которые за небольшие деньги а то и бесплатно готовы выполнять то что на самом деле ведет к уничтожению собственного государства такими людьми легче манипулировать я просто приведу уже в завершение один пример яркий я думаю что многие из вас видели когда был Майдан много было информации в том числе это еще период когда все было как говорится более-менее берут интервью какого-то демонстранта с той стороны с Майданной он с западной Украины ему говорят ну вы читали соглашение с Европой которое вы требуете чтобы Янукович написать там же промышленность там то 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 не все он не отвечает на вопрос конечно и не читал понятно ему говорят а вы знаете что там нет ни слова про отмену визы сразу как это там отменяются визы нет нет там этого нет такого не может быть точно без отменяем все ему сказали что Ризу отменят он ничего не смотрел его обманули его нагло обманули там никогда этого не было никто про это никогда не говорил это были только обещалки вопрос только когда до этого человека дойдет что его просто целишь норму но когда-то до него это дойдет потому что сначала можно ему сказать что виноват Путин потом еще что-то можно сказать но год, два, три когда-то он тоже прийти и сказать что же вы тут мне все время чего-то говорите о делах только это спасибо спасибо спасибо